Доброе утро, уважаемые телезрители! Мы продолжаем наш прямой эфир. И, милые дамы, прошу остановиться на минутку. Ну, а, конечно, то, что интересно милым дамам, разумеется, интересно и их мужчинам. Дорогие девушки, назову вас так, лучшая половина человечества, подумайте, насколько часто вы тираните своего любимого мужчину единственными вопросами «А ты меня любишь? А почему ты мне ничего не сказала? А почему ты меня в носик не поцеловал, когда уходил на работу?» И вообще, как часто ваш мужчина говорит вам какие-то слова, «А насколько много слов?» Но думаю, что каждой женщине хотелось бы, конечно, еще больше, и всем нам недостаточно. Как научиться понимать мужчин, которые предпочитают все держать в себе? Об этом мы поговорим сегодня с нашим психологом Юлей и коллегой. Юля, доброе утро. Доброе утро. Юля, психологи утверждают, что мужчины, они такие ранимые, они такие все тонкие, мягкие. Почему же тогда они в каких-то внешних проявлениях бывают скупы на проявление эмоций? Мы с вами все росли на одних и тех же сказках. И мальчиков мамы воспитывали, читая сказки, где мужчина – это тот, который умеет сдерживать свои чувства, умеет показывать свое отношение к женщине именно поступками, а не проявляя эмоции. То есть мужчина не плачет, а мужчины огорчаются? Да. Это приблизительно так. Ну вот скажите, вопросы, на мой взгляд, вот я, как взрослая женщина, уже сегодня понимаю, что самый глупый вопрос – говорить, а ты меня любишь, а я тебе нравлюсь. Потому что когда мужчина любит, и ты ему нравишься, он обязательно найдет моменты, как тебе это показать, сказать, прокричать, спеть или протанцевать, или принести теплый пледик, или еще что-нибудь. Вы что скажете? У мужчин есть такая определенная особенность, вот именно заключающаяся в скупости проявления этих эмоций, в том, что мужчины часто говорят так, если я просто нахожусь рядом с этой женщиной, это уже о том, что я ее люблю. То есть в большинстве свое. Да, в большинстве. А женщины, немножко мы другие. Для нас, если мы находимся рядом с мужчиной, это еще не знак того, что мы его любим. И поэтому здесь происходит вот такая путаница. А, мы зеркали, мы такие сами, поэтому мы иногда находимся потому что, а мужчины потому что любят. Потому что любят. Если мужчина не любит, он старается не находиться рядом с этой женщиной. Хорошо. А какие ошибки чаще всего допускают женщины, вот пытаясь разговорить мужчинам? Чаще всего это ошибка такая, что женщина старается вытянуть как бы из него эти чувства. Мужчины, правда, не знают, как их назвать. Как объяснить, что это за чувства к женщине? У нас настолько культурально очень интересно все происходит, что мы многие чувства не знаем даже их названий. Я чувствую, что мне где-то болит, или я чувствую, что я хочу есть, я хочу пить. Но более глубинные чувства, более высокие чувства мы не знаем их названий. Ну, гнев и раздражение ведь мы знаем. Это мы точно знаем. А вот про хорошие какие-то чувства у нас не очень принято говорить. И поэтому мужчине сложно назвать вот эти чувства и сказать. Ему тогда проще сказать, ну, конечно, я тебя люблю. И сказать то, что женщина хочет от него услышать. И еще очень много ошибок, которые допускают женщины, это когда они переходят в отношения с мужчинами и занимают такую позицию женщина-мать. Да, есть такие браки, где женщина-мама, а есть где женщина-дочь. А вот женщина-дочь, это тоже очень интересно. Мне кажется, это прелестно, когда женщина-дочь, она всегда говорит, а, я там хочу это, я там хочу то, а он, да, моя дорогая. Но тогда мужчина должен быть достаточно взрослым и достаточно состоятельным. И вот здесь возникает много разногласий. Потому что, когда женщина-дочь, она все-таки будет достаточно требовательной. Она в мужчине ищет такого папу, который сразу даст ей все. Она не готова ждать от него вот этот период, пока он будет ходить с ромашками, пока он дорастет до роз. Она не готова с ним шалаше. Слушай, вы готовы, я знаю. Нет, ну а женщина-мама, это же совсем как, да? Женщина-дочь не готова. Ой, на тебе пледик, на тебе миленький, вот тебе борщичку, вот тебе это, что тебе, ножичкой укрыть? Да, говорит муж-медведь, да. Но в любом случае, вот такие неравновесные отношения, когда это женщина-мама, либо когда это женщина-дочка, они разрушают брак. А в идеале партнерские. В идеале партнерские, на равных, когда есть и мужчина, и женщина. А у нас все складывается так, что женщины не знают, как в отношениях оставаться с женщинами, не включая либо доченьку капризную, либо маму. А мужчина тем самым тоже теряется. И у мужчин есть очень хороший стереотип взаимодействия, это их мама. Да. И они четко в этом остаются. Ведь что-то менять для нас не очень приемлемо. Нам хорошо, когда все остается без изменений. И для него женщина-мама, это очень здорово. Это опять-таки спокойно, и можно выходить дальше на охоту. Но все-таки, что помогает нам добиться искренности от мужчины в разговоре? В момент, когда ему хочется говорить или ждать этого момента, а не вытягивать, когда он пришел самому, нет, ну расскажи, Вася, как у тебя было на работе? Вот все-таки что помогает? Это разные отношения и разные ситуации. Бывают моменты, когда действительно лучше подождать, когда мужчина будет готов к этому разговору. Ведь если мы вспомним те же правила домостроя, женщина должна была выстроить всех детей, одетыми, умытыми, встретить мужа. И сказать, папа, вот. Он поел, а после этого уже все разговоры происходят в семье. Да, да. И женщина, так как она хочет чего-то добиться от мужчины, каких-то отношений более близких, разговоров вот этих приятных о любви, тогда ей самой надо показывать этот пример. Ведь все у нас происходит только на научении. Самой приходи, саму что-то рассказывать. Кстати, прекрасный рецепт. Да, все равно мы все примеры для детей, для мужей, для всех. То есть если вы часто говорите ему или подходите, или какие-то касательные вещи за руку, плечико поцеловала, обняла, то, наверное, это рождает в нем ответное желание, если он любит и хочет оставаться рядом. Да, мы так устроены. Прекрасный рецепт. Юля, огромное спасибо за такое короткое время. А вот все-таки рецепт вас самих, дорогие женщины. Как вы корабль назовете, как говорится, так он и поплывет. Поэтому пусть будет корабль по имени Любовь. Юлия Коляга сегодня была наш гость. Мы разбирались о том, почему же наши мужчины такие неразговорчивые, а мы так хотим слышать тысячу раз, как нас любят.